Приветствую всех! Поскольку я тренер по ораторскому мастерству, то сегодня мы с вами поднимем тему о том, что такое наша аудиовизитка. Почему так важно каждому тренеру, эксперту, работающему онлайн или только имеющему намерение этим заниматься, обратить внимание на то, как вы говорите. На сегодняшний день я являюсь приглашенным экспертом в продюсерский тренинговый центр и зовут меня Елена Литвиненко. Чем вы занимаетесь? Вы работаете онлайн или только оффлайн? Или сейчас как раз, может быть, вы продюсер? Может быть, вы продвигаете тренера? Может быть, вы специалист по социальным сетям? Хотелось бы знать, с кем мы сегодня будем общаться. Обратите внимание, что мы, в принципе, с вами все рабы стереотипов. И исследования некоторые показывают, что буквально там за 4 минуты в свободном общении, скажем так, человек определяет, приятен ему собеседник или неприятен ему собеседник, насколько он ему интересен вообще, в принципе. Захватывает его эта тема или не захватывает? Но для публичных выступлений, хочу вам сказать, у нас еще меньше времени. В принципе, буквально 30 секунд у нас есть для того, чтобы человеку сообщить о том, какая тема вас, его ждет впереди. И чтобы он сориентировался, хочет, интересно ему это или это ему неинтересно. Интересен ему тот человек, который с ним ведет беседу публично, да, или неинтересен. Тут как бы играют роль различные факторы. Я вам хочу сказать, что вот сегодня мы знакомимся только с вами. И вот при первом знакомстве 55% – это внешнее восприятие, большая часть людей все-таки визуалы. Причем это не только вот то, как человек выглядит, это и то, как он держится, да, поза, скажем так, взгляд. То, как он жестикулирует, то, какое у него выражение лица. Вот эти все факторы, которые можно увидеть глазами, да, это 55%. Но 45% – это, в общем-то, аудиальное восприятие. И из них при первом знакомстве всего 7% – это то, что человек говорит. То есть какая-то тема, да. А остальные 38% – это то, как он говорит. И тут важно понимать, что есть некие характеристики голоса и речи, которые и создают вот это впечатление. Многие люди, которые не специалисты в этом вопросе, не совсем понимают, что-то нужно делать со своими голосом и речью. Или можно расслабиться и ничего не делать. При этом они жалуются на то, что... Они плохо удерживают внимание слушателя, на то, что слушатели часто уходят, скажем так, с вебинара раньше времени, раньше, чем хотелось бы нам. И что же с этим можно было бы сделать? И почему я, собственно, могу с вами об этом говорить и считаю себя экспертом в этом вопросе? Я, конечно же, по образованию актриса, и то есть у меня за плечами есть как минимум высшее образование и специальное образование на эту тему. Но помимо этого я уже лет 15, даже, наверное, больше уже, я занимаюсь педагогической деятельностью. Уже не говоря о том, что я педагог в третьем поколении. То есть что-то передавать, какую-то информацию, объяснять людям что-то, ну, как-то у меня это хорошо получается. И, естественно, что за то время, пока я тут педагогической деятельностью занимаюсь, я, естественно, что не переставала заниматься и творческой деятельностью, потому что это одна из моих ведущих потребностей. Естественно, что я еще, помимо этого, режиссер и создатель курсов, и пишу какие-то статьи, публикации. Все это есть у меня за плечами, кроме как бы уже большого опыта. И поэтому хочу с вами этим опытом сегодня поделиться. Первое. Что важно? Что очень быстро улавливают слушатели на подсознательном уровне? Я смею не только предположить, но и утверждать, что это уверенность в том, что человек говорит. И вот этот вот самый опыт. Его очень слышно буквально такие в первые минуты того, когда человек начинает говорить на определенную тему. Если он в этой теме хорошо и много всего знает, то это сразу же слышно. Если он плохо ориентируется в теме, на которую выступает, то, к сожалению, это тоже очень сильно заметно. Теперь давайте поймем, каким образом мы можем это понять, какие характеристики, собственно говоря, речи и голоса за это ответственны. И это, прежде всего, высота звучания. Выяснили. Ну, естественно же, всем было интересно, да? Всем исследователям голоса, там, речи, воздействия на слушателей, зрителей было интересно. Что ответственно за то, что вот это происходит? И выяснили, что высота звучания играет, можно сказать, первую скрипку. То есть голоса, которые высокие в верхнем регистре голоса, они меньше внушают доверия, они похожи на детские. А вот голоса более низкого звучания, они внушают больше доверия, они более убедительны. Поэтому, если женщина пользуется, скажем, только средним или верхним регистром, ну, кстати, голос это гибкая очень субстанция, да? Это то, что можно изменять, как говорится, до глубокой старости. Это не значит, что вот если у вас такой тембр голоса, то вы ничего с этим сделать не можете. Это абсолютно не тот крест, который вы должны нести, и, что называется, с рождения и до последнего вздоха. Нет, нет, нет. Я очень хочу вам донести то, что голос можно изменять. Тембр, то есть именно частоту звучания, вы вряд ли измените. Ну, ужас, как вы родились. Но вот большое количество различных характеристик голоса изменять можно, голос очень гибкий. Если он поставленный, если вы с ним работаете, то вы можете как высоко говорить, так и низко говорить, пользоваться средним регистром, смягчать свой голос, делать его более жестким, властным таким, да, резким, скажем так, звонким можно делать голос, а можно, наоборот, его приглушать максимально. Мне доводилось слышать некоторых экспертов, которые вот говорят постоянно таким приглушенным голосом. Хочу сказать, что это не лучший способ вести какие-то занятия и образовательную деятельность. Этот голос нужно слегка видоизменить, и это реально. Так что высота звучания точно влияет на восприятие. Кроме того, тон голоса, да? Тон голоса – это что? Мы говорим, вот я сказала, использовала властный, повелительный тон голоса, да, резкий голос. Голос мягкий, да, вот это тон голоса. И он напрямую связан с эмоциями. Эмоции, да, и тут мы упираемся в то, что какое у нас внутреннее состояние. Правда же? Эмоции же оттуда идут изнутри, от внутреннего состояния. Поэтому, соответственно, бывает внутреннее состояние у нас неуверенное. Нас потрушивает, мы сильно волнуемся, и, соответственно, у нас это слышно в характеристиках голоса. Мы, может быть, и хотели бы это скрыть, но голос, нетренированный голос, он не позволяет нам этого сделать. Если человек нервничает в любой конфликтной ситуации, особенно у женщин, голос раз и сразу же взлетает вверх, и начинается такая истерическая такая нотка в нем слышна. Почему мужчины очень сразу чувствуют это? Если женщина нервничает и начинает какой-то конфликт, у нее сразу же голос повышает звучание. Это идет изнутри. И если специально не поработать над этим, то это всегда бывает слышно. Кроме того, внутреннее состояние, оно нам либо дает некое спокойствие, гармонию, да, либо оно, его еще можно выявить через, знаете, через какую характеристику голоса? Кроме того, что высота звучания, тон звучания, Что еще нам позволяет? Это темп нашей речи. Да-да-да, темп речи. Вот когда мы волнуемся, когда у нас внутри что-то бурлит, у нас внутри неспокойно, то мы начинаем убыстрять речь. Люди, которые уверенные в себе, которые хорошо себя внутренне, гармонично как бы чувствуют себя спокойно во время выступления, они, как правило, разговаривают в среднем темпе. Кроме того, очень важно уметь этот темп то убыстрять, ускорять, мы так в обыденной речи говорим, то замедлять этот темп. Это нужно делать в разных случаях. Поэтому знайте, что если вы умеете варьировать темп речи, то это всегда звучит более естественно. И, конечно же, это может либо выдать ваше внутреннее нехорошее состояние, либо наоборот транслировать спокойствие и убедительность, уверенность. Что еще у нас можно выяснить по тому, как человек говорит? Интеллектуальный уровень. Согласитесь, если у человека очень скромный лексикон, небогатый, скажем так, если у него в речи присутствует большое количество сленга, то, соответственно, мы делаем вывод о том, что у него, может быть, это и не так. Но мы рабы стереотипов. Повторюсь. Слушатель, зритель все-таки делает вывод о том, что этот человек, у него невысокий интеллектуальный уровень. Кроме того, по голосу и по речи мы часто так, скажем так, делаем вывод, насколько нам человек понятен и приятен. Вот это не совсем, конечно, понятия, скажем так, конгруентные, но они очень сильно зависят друг от друга. Ну, очень хороший пример, скажем так, учителя. Вспомните свою среднюю школу. Если учитель нам объясняет какую-то новую тему, и мы еще не очень в теме понимаем, о чем речь, то для нас очень важна структура этой речи, формулировки этой речи, насколько он изъясняется понятно конкретно для нас. Может быть, для него это все очень хорошо, он понимает, да, но для каждого человека очень важно, насколько это понятно ему. И вот за это, собственно говоря, ответственная структура речи и, соответственно, и формулировки. Ну и возраст, дорогие мои. Да, люди, как известно, так и существует такое вот понятие старческий голос. Ну, кто из нас хотел бы, чтобы в нашем голосе сквозил, как говорится, вот наш не только опыт, но уже и возраст. Некоторые люди, как говорится, приобретают такие признаки возраста, еще будучи там, не достигнув 50-летнего возраста, в реальности. Это, конечно же, как говорится, если люди ведут какой-то беспорядочный образ жизни, если у них есть, ну, скажем так, плохие привычки и в первую очередь курение, голос становится сиплый, голос становится натреснутый. Вот такая вот характеристика есть. Он теряет звонкость, он теряет полетность, он теряет вот определенную такую вот яркость звучания. Вот что значит, в общем-то, старческий голос. Откуда он появляется? Некоторые люди ведут нормальный образ жизни, ничем не злоупотребляют, как говорится, но тем не менее у них неполадки с голосом. Вот теряются некоторые характеристики. Почему происходит? Просто с голосом не занимаются. Вы же знаете, тело становится дряблым, если не поддерживать какими-то его физическими упражнениями, если не ходить на фитнес, если не делать какую-то гимнастику. Тело становится дряблым, кожа становится дряблой. Это же известный факт. Примерно так же происходит и с голосом. Если с голосом ничего не делать, а только эксплуатировать, эксплуатировать, эксплуатировать бесконечно, что получается? Естественно, что ничем не поддерживаем, а только бесконечно говорим, говорим, говорим. Для тренеров, экспертов, MLM-лидеров, руководителей. Ну, в общем-то, большой такой вот пласт, как говорится, речевых профессий, которые постоянно эксплуатируют свой голос. Если он не подкреплен дыханием, то, соответственно, вот эти малюсенькие такие голосовые складочки, они не выдерживают. Появляются узелки, появляются проблемы с голосом. Иногда даже на нервной почве и вот на почве сильной эксплуатации своего голоса возникает афония, то есть полная потеря голоса. И потом восстановить свой голос весьма трудоемкая задача. Я как бы в основном раскрыла тему того, от чего зависит наша аудиовизитка. Какие факторы дают нам восприятие определенное и какие характеристики, и какие характеристики, соответственно, этому способствуют. Просто с этими характеристиками надо работать. И, соответственно, в следующем своем эфире я вам обещаю ровно через неделю дать вам несколько хороших упражнений. Как поддерживать свой голос, как не дать ему состариться, как сделать так, чтобы он производил то впечатление, которое вы задумали. То есть, чтобы это был голос твердый такой, звонкий, чтобы он удерживал внимание, и в то же время, чтобы он был приятный для слуха. Большую часть, почти 80% человек получает информацию именно через голос, то есть аудиально. Если вы будете смотреть запись этого эфира, можно писать свои вопросы и знакомиться в комментариях, соответственно, даже и в записи. Естественно, на все вопросы я либо отвечу в следующем эфире, либо даже буду отвечать в комментариях письменно. И на этом я, собственно, с вами прощаюсь. До встречи в эфире. С вами была Елена Литвиненко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова